можно открывать это же здесь будут коллекционные машинки всем привет мы на канале Супер Мачо сегодня мы будем открывать большое яйцо с коллекционными машинками авторегенда СССР давай приступать Машо вообще обалденно какая красота обалдеть спасибо большое маш нам очень с мамой понравилось что нам попалось сегодня это новая машина которой у меня не было это же машинка называется автомобиль газ модели а это самая первая модель газа которая вообще выпускалась когда-то в мире итак друзья первая у нас машинка это копия форда модели а вот это машинка на очень и очень похоже на мажистянку лизи машинку лизи из тачек машинка газ модели а это первая машина которая выпустилась на заводе газ как она сделана клевенько какая красота да кстати бензобак у нее вот здесь вот спрятан вот между стеклом ветровым и капотом прячется у нас бензобак вот он этот бензобак маленький маша по картинкам сразу определила где бензобак да у нее сзади запасное колесо багажника у нее практически нету конструкция была рамная здесь есть карданный вал задний мост ведущий ну вот тут коробка передач здесь двигатель это выхлопная труба выхлопная система и увидите как интересно руль сделан четырехспицевый сзади такое маленькое маленькое ветровое стекло ну чтобы можно было удобно его сложить туда ну что приступаем дальше давай будем смотреть получается так маша вытянула это победа оооо кто отсюда вылазит это победа автомобиль газ 20 победа с кузовом кабриолет вот посмотрите а вы знаете ребята что сюда можно возить все два киндера точно это очень удобный такой вот у нее верх полностью открытый верх поэтому он очень удобен для киндеров давай всем покажем поближе класс сколько сюда можно киндеров теперь поместить да это победа с открытым верхом газ 20 победа держи можно киндеры и листики заложить да да и листики заложить можно туда вложить сейчас я думаю что можно все заложить только что-то маленькое это первая послевоенная машина их выпускали после войны точно так же как и москвичи без цельных крыш только потому что не хватало в стране прокатного качественного листового металла широкого распространения они не получили не нашли только потому что ну не удобно было эксплуатировать такую машинку зимой вот такая вот красота у нас так все четко у нас проработано прорезиненные колеса сделана конечно модель четенько класс по нижней схеме можем посмотреть карданный вал задний мост выхлопную систему это рычаги подвески вот это задние рессоры салон кстати выпускался очень симметричным вот там приборная панель была достаточно симметрична ну что приступаем дальше давай смотреть интересно что же там будет еще попытаться давай быстрее посмотрим ну-ка давай смотреть какая будет модель на этот раз это военный джипик это газ 67 военный джип какой обалденный смотрите класс вообще класснючий какой именно настоящий четкий такой джип посмотрите какие мощные колеса уже были сделаны опять таки запаску сзади крепили ну моща конечно сделано было именно для военных нужд очень классная машина с такой надежной подвеской видите рамная конструкция здесь у нее стояла раздатка здесь стояла коробка привод у нас был и на передние колеса и на задние колеса полный привод полностью могу вот это вот ветровое стекло складываться вперед вверх убираться то есть очень удобно кстати тут интересные барашки вот сохранились вот они на фотографии вот они на реальной модельке можно заметить вот они есть эти барашки если их повернуть можно вот это стеклышко ветровое стекло сложить вперед то есть полностью машину сделать складную а вы видели что у нее есть крючки да и кстати у нее есть спереди крючки буксирные Маша правильно подметила четко вообще все сделано очень подробно мне больше поначали крючки Маша классно придумала смотрите Маша по прямому назначению решила использовать эти тяговые крючки но только они для того чтобы зацеплять трос но так как у Маши тросиков нету Маша их прям напрямую прицепила за бампер как будто у него бензин кончился и он идет его на заправку ну что давай приступать дальше давай сейчас мы будем смотреть что же нам еще попадется ну что какая классная машина ГАЗ М1 конечно очень сильно напоминает какой-то древний опель вот ну выполнена насколько она красива ну вообще это стиля своего времени заднее колесо под защитным чехлом задний привод имела я думаю она для того чтобы возить каких-то чиновников руководителей правителей то есть я думаю именно для этого она была разработана кстати я вначале думал что машинка сделана на базе опеля но нет это копия машины форт 40 33 года давай смотреть что нам поддеваться обалдеть это такая же М только военная для генералов подождите я перепутал это газ 1173 а перед этим у нас была газ М1 но с виду смотрите насколько они похожи они отличаются 1173 вот смотрите какая нам попалась 1173 у них фактически они отличаются только радиаторной решеткой здесь она была такая более скругленная вот здесь такая более как плоская из двух половинок состоящая а все остальное посмотрите все остальные кузовные запчасти если мы внимательно посмотрим у них были практически одинаковые машины отличались цветом и радиаторной решеткой все остальное посмотрите крыша все одинаковое ну почти одинаковые у них вот давайте посмотрим сзади видите тоже сзади они абсолютно идентичны бампера кстати тоже немножко отличались то есть у военной машины были на бамперах вот такие вот клыки клыки были и спереди и сзади вот у М-ки такого не было дворник тоже один был сбоку если мы посмотрим тоже они практически идентичны разве что здесь были хромированные колпаки и хромированные ручки дверей вот здесь все это было зеленым цветом защитным ну то есть сразу была понятна машина генеральская джум 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 поехал к Маше джум 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 вот это и вот и больше всего вот это потому что она с крючками может кому-то воздеть вот что в ней самое главное есть крючки на которые можно брать на буксир ага 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 ага